Глава региона представил мастер-план развития столицы Колымы. Он отметил необходимость решения ряда проблем, которые сделают жизнь в городе комфортной. Люди отмечают необходимость решения следующих проблем. Привести в надлежащее состояние жилищный фонд, объекты социальной сферы, отремонтировать дороги, обустроить городские пространства, сделать их красивыми и комфортными. Тогда желающих остаться здесь жить или переехать в Магадан. Станет гораздо больше. Чтобы решить эту задачу, в 2019 году мы начали разработку мастер-плана. По поручению Виталия Леонтьевича Мутко на эти цели нам был выделен грант Дома РФ. А дальше, благодаря вашим прямым поручениям и поддержке правительства Российской Федерации, используя механизмы нацпроектов, инфраструктурного меню, дальневосточной концессии, мы серьезно продвинулись в этой части практической реализации. За это время под патронажем Юрия Петровича Трутнева имени «Новосток развития» мы начали строительство новых современных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Одним из самых ярких проектов мастер-плана считается создание морского фасада города Магадана. Проектом предполагается трансформация образа Нагаевской бухты. На месте заброшенного пустыря создан парк «Маяк». Благоустроена набережная, обновлен пирс. Планируется продолжение берега укрепления, строительство яхтенного порта для маломерных судов. Сейчас полюбоваться бухтой Нагаева приезжают все жители и гости Коломы. Парк стал любимым местом отдыха горожан. Важным направлением развития Магадана станет рыбный порт. До начала нулевых порт предоставлял полный комплекс услуг по обслуживанию судов и принимал рыболовецкий флот регионов Дальнего Востока. К началу 2000-х причалы порта пришли в негодность, а прилегающая акватория стала небезопасной для судоходства из-за затонувших судов. Хочу сказать спасибо председателю правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину за доверие и поддержку нашей инициативы по передаче управления рыбным портом региону. Мы разработали инвестиционную декларацию, приводим в порядок территорию, параллельно готовим всю необходимую проектную и техническую документацию. Благодаря программе генеральной уборки чистим акваторию порта от затонувших судов. Фактически 30 лет этим вопросом никто не занимался. Президент отметил, что ключевое внимание необходимо уделить созданию транспортной инфраструктуры, развитию надежного дорожного, воздушного и водного сообщения, как с другими населенными пунктами Дальнего Востока, так и со всей Россией. На мой взгляд, очень важная тема – это трасса Колыма. Вопрос изменения ситуации на трассе, конечно, продвигается достаточно тяжело. Мы знаем, что этот процесс был инициирован несколько лет назад, и кое-что все-таки надо признать на трассе изменилось. Например, тот же самый асфальт вдоль Сусумана, который когда-то казался неизбыточным и нереальным, сегодня является чем-то обычным. И мы говорим о асфальтировании дорог, тротуаров уже внутри самого Сусумана. Это касается Ягодного, это касается приведения в порядок всей трассы Колома. Но очень важно, чтобы прозвучало еще и поручение, а для нас это важно, для регионов, поручение по строительству моста через Алда, позволяет нам избавиться от переправы и обеспечить действительно регулярное автомобильное сообщение перевозки по трассе. Что касается аварийного жилья, вы вопросы задавали. Президент подчеркнул, что компромиссов в выполнении программы ликвидации ветхого и аварийного, аварийного во всех отношениях. Жилья для нас это целые поселки, населенные пункты. Вопросов или компромиссов, связанных с переносом сроков, не будет. Это накладывает серьезную ответственность не только на строительные организации, на сам процесс строительства. Это серьезная ответственность накладывает и на Министерство финансов, Министерство строительства Российской Федерации, но и на регионы, на бюджет. Что в уровне софинансированности больше 40%, а стоимость строительства достаточно дорогая. Почему все планы должны быть взвешены с учетом доходов 2023 года и последующих периодов глубиной до 2030 года. Еще одна проблема, которую озвучил губернатор – окончание режима действия особой экономической зоны в 2025 году. По существующим сегодня нормам и правилам, граждане, которые везли автомобили с таможенными льготами в 2025 году, эти льготы должны будут компенсировать. Это значительная сумма 4,6 миллиарда рублей вененаразовых платежей. И вопрос о их уплате или вопрос выхода из этой ситуации будет рассмотрен в ближайшее время. Я уверен, что в пользу рядовых каламчат, потому что действительно, наверное, сегодня не самое удачное время, чтобы из семейных бюджетов доставать подобные суммы. Итоги совещания прокомментировал и мэр Магадана Юрий Гришан. О чем говорил губернатор, нашли поддержку у президента Российской Федерации. Были некоторые вопросы уточняющие, но в целом министры, которые присутствовали на этом совещании, они говорили о том, что практически все поручения имеют глубокую степень проработки. И даже взявшие в конце заседания слово Силуанов, министр финансов Российской Федерации, он, в принципе, не опроверг. Будем искать механизмы, посмотрим, через какие программы. Это говорит о том, что все мероприятия, которые прозвучали в докладе Сергея Константиновича, они реальны. Меня очень радует, что про школу на 530 мест в проекте протокола будет звучать. Это значит «Школе быть». Это приведение в нормативное состояние 85% дорог и дворов в городе Магадань. Это чисто наш городской вопрос. Это создание портового пространства, рыбный порт на Марчакане и судоходной марины для маломерных судов. Очень много поручений, и каждая из них – это определенная ступень в развитии нашего города до 2030 года. Но здесь нужно будет работать всем и федеральным структурам, и правительству, и, конечно, мэрии города Магадана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова